Недавно в сети почти незаметно и спокойно проскользнула очередная новость из серии «Мифы и легенды Армении». Премьер-министр Никол Пашинян на очередном заседании армянского правительства сообщил, что страна вывела на орбиту свой первый космический спутник. По его словам, запуск был осуществлен в результате сотрудничества между армянским государственным «Геокосмос» и испанской компанией «Сент-Лентис». Премьер заявил, что решение по запуску спутника было принято в условиях конфиденциальности. А по факту новость не имеет ничего общего с реальностью, ибо, конечно же, первым делом задаются следующие вопросы. Когда и на какие деньги армяне успели построить и запустить спутник. Принимая во внимание мертвое состояние экономики Армении, возрождение которой возможно лишь при подписании мирного договора с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией, Еревану, в лучшем случае, мог быть предоставлен доступ к одному из спутников SpaceX. К тому же, Международный союз электросвязи лишь дал Армению определенную позицию, координаты в космосе. Согласно уставу УНСЭ, необходимо заранее получить разрешение на выпуск спутника у всех государств, в том числе у Турции и Азербайджана. Поэтому непонятно, о какой конфиденциальности проекта говорит премьер Пашинян. Скорее всего, речь идет о дешевом мини-спутнике, чем-то вроде игрушки, которая не сможет выполнять серьезные функции. Выпуск спутника стоит огромных денег. Суммы исчисляются сотнями миллионов, которых у Армении нет. И это непременно отразилось бы на госбюджете страны, жители которой и без того не знают, на какие деньги вести повседневную жизнь. В лучшем случае, что могла сделать Армения, это просто арендовать спутник у испанской компании. Поскольку в местных СМИ прошла информация о финансировании проекта банком Сантандер. Тем не менее, новость армяне встретили с эйфорией. Мол, мы теперь космическая нация. Любовь армянства, превращать ложь в правду, а потом слепо верить в эту правду, известно давно. Однако, как и в случае с обрушением мифов о непобедимой армянской армии и надежд на вечную оккупацию азербайджанских земель, а теперь и легенда об армянском спутнике саморазрушилась. Мифов и легенд в Армении ныне полно. Фантазия армянских мифотворцев, которые рассказывают о том, как чуть ли не вся планета была заселена ими, просто поразительно. Адам и Ева, Дед Мороз и Нефертити оказывается армянских корней. Америку открыл не Христофор Колумб, а армянин. Легендарная краска для долларов. Керосиновая лампа, банкомат, ингалятор, атомная бомба и подводная лодка – все эти изобретения тоже были сделаны армянами. А теперь еще и спутник нарисовался из ниоткуда. Столько всего понапридумывали за годы, что часто так называемые «факты» этих небылиц просто противоречат друг другу. Никто с таким проворством не умеет искажать факты. Одним словом, космическая Одиссея Армении, конечно же, никогда не бывать. И тайну третьей планеты они никогда не разгадают, несмотря на то, что птицы-говоруны у них давно есть. Выдавать желаемое за действительное – это давно практикуемое занятие этих говорунов. Завтра станет известно о первой связи армян с инопланетянами. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.